Родовой парк в Натырбовском сельском поселении увеличился еще на 60 саженцев. Кроме того, администрация поселения высадила еще 20 саженцев Туи, а казаки заложили в парке свою аллею славы из 25 деревьев. В связи с тем, что много подмирало в парковой зоне Натырбовского сельского поселения деревьев, администрация решила обновлять зеленые насаждения. Казаки поддержали эту инициативу и за свои средства купили 25 деревьев. И вот с 8.30 посадили аллею до памятника братской могилы, чтобы была память от казачества Натырбовского сельского поселения. Глава администрации выделила нам территорию парковой зоны, мы ее и косим, очищаем. И посадили молодые деревья, березы. Будем ухаживать за ними, поливать, ухаживать, отташивать территорию, чтобы осталось от казачества память на Натырбовском поселении. Свою лепту в закладке парка внесла и семья Лисаченко, посадив дерево в честь рода Сташковых, вспомнив при этом своего легендарного деда. Мы рады присутствовать при таком ярком историческом событии, которое войдет, возможно, в историю нашего села. Мы благодарны администрации, благодарны всем, кто организовал эту акцию, это мероприятие. Мы проживаем в селе в нашем, наша фамилия Лисаченко. Здесь живут мои дети с семьями. И внуки, у нас четверо внуков. Я, не знаю, выражаю искренне, искренне благодарность всем. Наша семья произошла, род наш идет с этих мест. Дедушка мой Сташков тоже жил в этом месте. Он еще мальчишкой батрачил у помещика. У него было очень-очень тяжелое детство. Потом, впоследствии, он участник Великой Отечественной войны. Он воевал в горах Кавказа. Был дважды ранен, знаком с Буденным. Лично с Буденным был знаком. Он занесен в книгу памяти. Сташков Ванифат Прокофьевич. Мы проклоняемся перед нашим родом. Мы продолжатели нашего поколения. Все замечательно, все прекрасно. День сегодня выдался замечательный. Спасибо всем большое. Всего же в парке уже высажено более 170 саженцев березы, дуба, платаны и других деревьев. Отличный способ превратить свое родное село в цветущий уголок.